Правоохранительные органы в конце недели развили необычайную активность. Сообщается о ряде скандальных дел, но обо всем по порядку. Информагентство распространили информацию о том, что в отношении главного врача Сергачской центральной районной больницы возбуждено уголовное дело за искусственное занижение статистики по заболеваемости коронавирусом. Сообщение даже с указанием статьи 285 о злоупотреблении должностными полномочиями разлетелось по СМИ, но официального подтверждения от компетентных органов до сих пор нет. Мы сами отправились в Сергачскую ЦРБ, чтобы прояснить ситуацию. В этой самой больнице столкнулись вот с таким вот пациентом. У нас была выявлена пневмония у моих родителей. Обращались к врачу, было отказано проведение теста на ковид, нам было отказано по причине того, что нам сказали, что у нас ОРЗ или ОРВИ. Было назначено лечение антибиотиками, и после того, как мы уже обратились сами в ЦРБ, было сделано КТ, у нас было выявлено, что пневмония. Температура высокая была, 38,2. Я врачу говорила, чтобы мне это мазок взяли. Мне отказали на мазок. Почему не берут мазок? У всех спрашивала врачей. Все разводили руками и говорили о том, что мы берем мазок сначала, а у медперсонала. Это ответил терапевт. Потом сказали, что ну не берем, у вас ОРЗ, ОРВИ, что там. Не знаю. Сказали, что мы все являемся носителями, и ну ничего страшного. И когда мы говорили, что у нас температура 38, и есть и признаки на ковид, ну просто разводили руками, причины я так и не услышала, ни от одного врача. Когда уже все это дело, видимо, появилось и завели дело на главврача, чудом спустя две недели у нас сделали мазок. Вот только сейчас. Хотя мы обращались две недели назад. Это полнейшее безобразие просто. Почему? По какой причине? Что от этих показателей зависит? Что мы так хорошо работаем, и у нас в Сердачевском районе так все замечательно, что у нас люди не болеют? Мы опросили также множество рядовых сотрудников больницы, но никаких конкретных ответов не получили. Интервью с главным врачом мы смогли записать только по видеосвязи. Сама она отрицает наличие уголовного дела и нарушений в заборе тестов на коронавирус. Сам факт занижения статистики в нашей больнице не имело места быть. Ограничений по количеству тестов у нас нет. К сожалению, мы не можем взять тест желающим. Мы берем тесты по показаниям. Это либо предписание Роспотребнадзора, либо это назначение врача. По какой причине именно этим людям врач не назначил, я сейчас не могу прокомментировать. Я, мягко говоря, удивлена той информацией и тем слухом, которые появились сегодня в СМИ. Во-первых, мы работаем строго по приказам. Наша работа регламентирована. Ее очень много. Мы работаем днями и ночами. Практически живем на работе. Нагрузка колоссальная. Мне неприятна и непонятна эта ситуация. Вся эта шумиха, которая очень мешает работе учреждения. На данный момент говорить о каком-то уголовном деле я не могу, потому что у меня нет этой информации. Проверки проходят. Проверок много. Они проходят всегда. И я не могу понять, почему именно из-за этой проверки появилась такая информация, появилась в СМИ. Основываться на слухах, я считаю, что это некорректно. И таким образом отславить меня практически на весь мир без каких-либо подтвержденных фактов. Все эти слухи, они не только портят репутацию больницы, но и мешают работе учреждения. В министерстве Нижегородской области подробных комментариев относительно событий, связанных с Сергачской ЦРБ, не дали. Лишь сообщили, что сейчас также разбираются в ситуации.